Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня разговор пойдет в необычном русле. Обычно я говорю про огород, про теплицу, как что высаживать, как я все это делаю, показываю. Но тут одна женщина или девушка, не знаю, написала и попросила меня рассказать также о выращивании овощей на балконе. И я подумала, а действительно, почему я все огород, 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 теплица? А разве тем, кто живет, например, в благоустроенных домах и не имеют своих участков, не имеют своих огородов, разве им не хочется получить вкусные, здоровые овощи? Пусть даже в меньшем количестве, но все равно это будет радость и для ваших детей, и для вас. И вот специально для вас, для тех, у кого нет огорода, у кого нет садового участка, вообще ничего нет, кроме балкона или лоджии, я начну снимать серию видеороликов, ну пусть будут балконные овощи или урожай на балконе, но я придумаю, как назвать, чтобы вы специально сделаю плейлист про балконные овощи, выращивание овощей на балконе. И вы, кто интересуется, заходите в этот плейлист и смотрите. Вот сегодня будет первый видеоролик, и, ну, казалось бы, нужно начать с огурца, потому что мы все привыкли к выращиванию огурцов на балконе или на лоджии, или на подоконнике. Но я не пойду по проторенному пути, я сейчас хочу рассказать о томате, именно о определенном сорте томата, который вы можете вырастить у себя на балконе, и покажу вам его. Все знают, что томаты делятся на салатовые и засолочные. Если засолочные мы можем и кушать, и консервировать, то салатовые обычно рекомендуется употреблять в салат, но не солить, потому что всем известно, что для того, чтобы быть засолочным, нужно обладать определенными качествами, то есть не терять форму в банке, не расплываться после того, как кипятком зальют тебя, и вообще не терять своих вкусовых качеств после долгого хранения. И вот есть один сорт, который можно вырастить для засолки не только в огороде, но и на балконе. Он называется штамбовый засолочный. Вот видите, написано, штамбовый засолочный. Вот он у меня высеян в конце марта, 20 марта. Это не ранний срок. 20 марта мы уже обычно крупноплодные все уже посеяли. Вот штамбовый засолочный у меня высеян 20 марта. Смотрите, какой он толстый, какой он крепкий. У него цветочная кисть. И вот практически и весь рост, на который он вырастет. Ну вот как, это вот уже первая кисть, тут еще вторая, третья, может быть там на пасынке четвертая. Что я хочу о нем сказать? Вот это тот самый сорт томата, который вы можете посадить у себя, вырастить на балконе, на лоджии, в любом кашпо, в любом лоточке. Но единственное, что хочу вам как напомнить, или если вы не знаете сказать, что в маленьком объеме грунта, хорошего урожая вы не получите. Лучше всего вот такого вот, если он такой толстячок, дубок, лучше всего посадить один томат в ведро, в котором 7-8 килограммов грунта. Меньше 5 килограммов грунта, он у вас, ну растению будет казаться, ну не будет казаться, оно будет уверенно, что не хватает питания, и оно будет или сбрасывать цветочные, цветки опадут, или может быть даже маленькие завязи, видели, иногда, наверное, маленькие помидорки вроде завязалось, раз отпало. Потому что вот это растение, оно контролирует, оно корневой системой, вот все там чувствует, много или нет для нее грунта. Ну а в остальном все так же, как у нас. Так же, сейчас вот пришла пора, будет тепло, высаживайте, добавляйте в лунку всех удобрений, поливайте, если нужно, если будет много плодов, подвязывайте. Но вот пока плодов не будет, такие растения штамбовые, они держат себя сами, видите, какой он толстый. Вот мой палец-мизинец, он толщиной с мой мизинец, это очень толстый стволик, хотя он еще даже не цветет, он будет как дуб такой, кряжистый, толстый. И вот если вы хотите вырастить на балконе томаты, выбирайте именно вот такие штамбовые сорта, или супердетерминатные сорта, которые не тянутся вверх, которые как дубки, или наоборот, лиановидные, вот такие вот, как черри, которые 2-2,5 метра, которые вы можете пустить по шпалере, и будете выращивать как огурец. К выбору сортов для овощей на балконе нужно подходить очень внимательно. Не на всех, конечно, написано, что его можно выращивать на балконе, но я пройдусь по своим, по всем сортам, у меня очень много есть сортов, которые возможно вырастить на балконе, и получить хороший урожай. Все, вот первый претендент, который можно вырастить на балконе, и еще даже заготовить на зиму, это штамбовый засолочный. Дело в том, что нынче, если кто-то даже не успеет приобрести семена, или найти, или там выбрать какой-то сорт, летом смотрите мои видеообзоры, и я специально теперь буду о том, что некоторые люди хотят вырастить овощи на балконе, именно томаты, перцы и огурцы, и я буду при видеообзорах указывать, что этот сорт пригоден для выращивания на балконе, или наоборот буду говорить, что вот этот сорт на балконе не высаживайте. Конечно, индетерминатные, двухметровые, которым нужно много питания, которые такие огромные плоды, лучше с ними не связываться, вы намучаетесь, он вас измучает, и скорее всего урожая не будет. Останавливайте выбор на штамбовых, таких толстых, коротеньких, или на лиановидных томатах. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова, видеообзор томата штамбовой засолочной, который можно вырастить на балконе, или на лоджии, в ведре, в кашпо, в контейнере. Субтитры сделал DimaTorzok